Книга «Открытым оком», том 9. Тема «Потеряевка». Вопрос 2209. Вам хорошо рассуждать, чтобы другие делали что-то. У вас уникальная возможность была начать восстановление Потеряевки, когда вокруг никого, и вы одни. Нет ни воров, ни хулиганов. А если бы такие появились, то что бы вы с ними могли поделать? Они как волки сожрали бы вас в означатье. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Они к ней едут, и одного из них она даже просила установить ей насос Алтай на пруду, который рядом с домом ее, чтобы поливать огород. Он с разъезда что-то 4 километра от нас. Человек тот совершенно бессовестный и ворюга безбожный, но ей не вдолбишь. И вот Господь попустил, чтобы этот в кавычках помощник ее тут же и обокрал ее. Приехал он ночью на своей телеге, снял насос и толкнул его вроде бы в паново и пропил. Обратились в милицию, а та сразу его вычислила. Он приезжал ночью после дождя и след от телеги так к нему и привел. Послали мы ему предупреждение, а потом он отдал двух поросят матушке, чтобы она забрала свое заявление, так как он уже несколько раз сидел за воровством и теперь болен. Рассказывал он, что его при допросе нещадно били в милиции, но я ему не верю. Он может и соврать. Предупреждение Четыркину Владимиру Петровичу, жителю разъезда Подстепной, Мамонтовского района, Алтайского края. Деревенский поселка Потеряевка выносит вам предупреждение за ваши греховные поступки. Вы посягнули на частную собственность и украли стоящий в пруду насос у Лапкиной Людмилы Ивановны. Продали его и пропили. Судя по вашим действиям, вы могли бы признаться по-хорошему, добровольно. Может быть еще в чем-то, что терялось не раз из нашего поселка. Алюминиевые решетки, газовые баллоны, канистры с бензином, мука со склада и прочее. Ваш конь постоянно пасется на пшеничном поле и, приходя в деревню к нам, наносит значительный ущерб, уничтожая в огороде свеклу и другое. Несмотря на неоднократное предупреждение прекратить посягать на чужое, вы совершенно этому не внемлите, но позволяете себе матершинствовать и гулгать, выпрашивая на выпивку. Надеяться на ваше исправление пока не приходится, так как вы неверующий, безбожник и суда Божия не боитесь. Когда за все придется отвечать, впредь вы не должны появляться на территории поселка Потеряевка никогда. Ни трезвым, ни пьяным, наши люди постоянно бывают на разъезде, и вы их там можете увидеть. Не искушайтесь на том, что не охраняются милицией. В случае нарушения этого предупреждения, копия этого предупреждения будет передам РОВД Мамонтовского района с просьбой принять соответствующие меры. А насос купите немедленно и передайте Лапкину Людмиле Ивановне. Члены деревенского совета Протерея и Аким Лапкин, староста деревенской общины Барабаш, Игорь Александрович, член деревенского совета Устинов, Андрей Владимирович Плотников, Дмитрий Устинович Киричков, Николай Леонидович. Конечно же, безбожник семь, многократно судимый за воровство, нарушил это условие, а дальше им занялась милиция. Привез поросенка рассчитываться под присмотром майора, затем и насос нашелся, и сам ворюга съехал в ту деревню, куда сплавлял ворованное, грозился. Но, Лука восемнадцать семь, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему дяди ночь, хотя и медлит защищать их. Детишки посетили ночью сад, с ревизией прошлись по огороду, ловите там лисицы лисенят, такие шалости они бывали с роду. Но это есть начало воровства, пока еще по-детски скороспело, спадет самоправдание листва, увидишь с ужасом, плоды уже поспели. Не пожелай, есть заповедь в законе, не пожелай чужих полей и жен, во сне ребенок убегает, стонет и вздрагивает, выстрелом сражен. Родные, рвите волосы, рыдайте, быть может, вы безмерно опоздали, в чужом саду-аду собаки лают, детеныш ваш в наручниках и стали. Ворованное станет комом в горле, в очреве возгорится, не погаснет, вам кажется, что ничего, все в норме, под вашу крышу не придет несчастье, не пожелай лукавых извинений. Отбрось, забыть пустые отговорки, начни учить закладкою ременной, писание читай от корки и до корки, вор царствий небесного лишился, и на воре все пламенем горит. В мешке пока на что измешило шильце, но повод дан соседу укорить. Сыт на воре, доверие укравшим, сигнализация решетки от него, о нем тоскуют нары и параша, острог гарпунит, острый острогой, ворюга, вор, воришка, не в ворота, через забор подделал ключ к замку, отец и мать родил вам, черт урода, глотай, ворованное, радуйся, смакуй. 10 августа 2003 года Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин